Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не ангелы, не тем более бесы... Почему и Господь привлек Нафанайла, сказав ему и место, и то, что Филипп звал его, и что он поистине израильтянин? Нафанайл, услышав это, почувствовал величие Господа, насколько было возможно, и исповедовал его Сыном Божиим. Впрочем, хотя и Сыном Божиим исповедуют, но не в том смысле, в каком апостол Петр. Петр исповедовал его Сыном Божиим, как истинного Бога, и зато Господь возвышает его и вверяет ему Церковь. Нафанайл же исповедовал его, как простого человека, по благодати, усыновленного Богу за добродетель. И это видно из прибавления «Ты – Царь Израилев». Он не достиг еще до совершенного познания истинного божества единородного. Он верует только, что Иисус есть человек, Богобоязненный и Царь Израилев. Если бы он исповедовал его истинным Богом, то не называл бы его Царем Израиля, но Царем всего мира. За это он и не возвышается, как святой апостол Петр. Посему и Господь, направляя его и возводя к уразумению, достойному его божества, говорит, «Будете видеть ангелов Божиих, восходящих и нисходящих над Сына Человеческого. Принимай, — говорит, — меня не за простого человека, но за владыку ангела. Потому что кому служат ангелы, тот не может быть простым человеком, но истинный Бог. Это сбылось при распятии и при Вознесении. Как повествует евангелист Лука, и пред страданиями ангел с неба укреплял его, и при гробе явился ангел, и при Вознесении. Некоторые под смоковницей разумели закон, так как он имел плод на время сладкий, а строгостью законных предписаний, неудобоисполнимостью заповедей был покрыт как бы листьями. Обратите внимание на то, что Господь увидел Нафанайла под смоковницей, или под законом, то есть внутри закона, исследующим его глубину. Если бы он не исследовал глубину закона, Господь не увидел бы его. Галилея значит низверженная. Господь пришел в низверженную страну всего мира, или в естество человеческое, и как человека любец воспринял нас, находящихся под смоковницей, то есть под грехом, усладительным на время, но с которым соединена и немалая строгость и острота по причине раскаяния и тамошних будущих казней. И тех, которые признают его Сыном Божиим и Царем Израиля, видящего Бога, избрал себе. Если же мы продолжим старания, то Он, Бог, удостоит нас и больших созерцаний, и мы будем видеть ангелов, восходящих на высоту божественного знания его, и опять нисходящих, потому что не достигают полного познания, существа непостижимого. И иначе восходит некто, когда занимается размышлением о божестве единородного. Нисходит, когда охотно занимается размышлением воплощении и несшествии в ад. Видишь ли, говорит святой Иоанн Златоуст, как Христос мало-помалу возводит Нафанайла от земли и внушает, не представляет его себе простым человеком. Такими словами Господь внушал признать его владыкой и ангелов, как к истинному Сыну Царя. Ко Христу восходили и нисходили эти царские служители, когда благовествовали о его рождении, когда восклицали «Слава Вышне Богу!» и на земле мир, так и нас в эти спасительные постные дни. Бог возводит к небесной мудрости Царства Небесного и жизни вечной. 4 марта в Северо-Кавказском федеральном университете города Ставрополя состоялось торжественное открытие документальной выставки «Ваше благородие, госпожа Чужбина», которая посвящена 100-летней годовщине со дня прибытия белого эмигранта в Болгарию. Содержание выставки – это история русской белой эмиграции в Болгарии, беженцев, покинувших Советскую Россию после Гражданской войны, нашедших приют в Болгарии, где они встретили гостеприимство болгарского народа, государства и болгарской православной церкви. Сегодня идет не только попытка и желание такой нашей стране обрести полную независимостью суверенитет, а идет попытка остановить вот это вот разложение всего человечества, и только нашего народа. И поломать вот эту, так сказать, цепь бесконечного разврата и усиления и уничтожения суверенитета стран, народов и даже попытка уничтожить целые религии. Вот, собственно говоря, это все. Обо всем этом нужно думать, в том числе, говоря сегодня о столетии белой эмиграции в Болгарии. В открытии выставки приняли участие высокопреосвященнейший Кирилл, митрополит Ставропольский и Невиномысский, ректор Северокавказского федерального университета Дмитрий Беспалов, президент некоммерческого благотворительного фонда наследия Леонид Решетников и другие почетные гости. Вот, историческая правда, это очень тяжелая, но величайшая вещь. Слава Богу, что сегодня архивы открываются все больше и больше. И выбрасывают архивы и Министерства обороны, и, правда, по маленьким кусочкам, но и архивы ФСБ, и другие архивы. И мы, например, канонизируем все больше и больше, открывая архивы наших священномучеников, нашей церкви. И не только священник, епископов, и Мирян. И вот это тоже огромная-огромная работа в архивах. И, конечно, прямая работа Минпетровича, когда очень много поездок. Одно из поездок я был в Сербии недавно, поездок был в Болгарии, когда перезахоранивали, так сказать, нашивку из старой загоры, из плавища останки белых иммигрантов. Вот, и налевность в том числе. Это огромная работа Минпетровича и его сподвижника. Уже помощи, здоровья всем вам. И, конечно, очень правильно, правильного, разумного включения наших студентов. Выставка организована Союзом Историко-Просветительских Обществ Наследий Империи, Некоммерческим Благотворительным Фондом Наследия при поддержке Ставропольской Невиномысской Епархии и Северо-Кавказского Федерального Университета. По окончании мероприятия глава Ставропольской Метрополии также ответил на вопросы журналистов. Владыка Кирилл, я вас слышала, что ваша личная судьба и жизнь тоже была связана с городом Сырии. Вы когда учились, приезжали в гости, вы наблюдали за тем, что люди интересуются, люди благодарны России, то, что то наследие, которое оставили русские иммигранты, оно сегодня есть и его сегодня оценят. Безусловно, очень многие сегодня, до сих пор, и в те годы, когда я приехал, это был еще 1988 год, вот, собственно говоря, перестройка у нас уже началась, у них еще нет. Поэтому это были советские, можно сказать, советская Болгария, советские времена. Но очень-очень многие откровенно говорили, называя нас братушками, вспоминая то, что мы сделали для Болгарии, освободив Болгарию, Болгар от османского ига, и, конечно, дали возможность быть свободной страной, возможность свободно веровать, и быть христианами, свою культуру развивать и так далее. И, собственно говоря, вот язык и культура так же сохранилась в Болгарии благодаря церкви, поэтому церковь там тоже находится на очень, имеет очень высокий авторитет в сознании болгар, потому что даже язык запрещали болгарский среди населения, а в монастырях, конечно, он сохранялся безусловно, потому что само богослужение совершалось и совершается сегодня в славянских странах на церковнославянском языке. В этом вообще мы со всеми славянами едины. На сегодня всё. Храни вас Господь! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!